Всем лучей добра, друзья! Волкафринья с вами. Наливайте кофеёк, чаёк, усаживайтесь поудобнее. Сегодня в этом ролике я расскажу вам, как же круто пофармить. Возможно, даже быстрее будет идти фарм, нежели в моём самом первом ролике, где нужно просто уворачиваться от шара. Но для этого придётся сделать цепочку квестов, чтобы попасть в уникальную, ну, можно сказать, секретную локацию. Для этого я создал нового персонажа, объясню почему. В своём первом прохождении я чисто по фану, как обычно, как фанат Дарк Соулса, решил попробовать убить этого NPC, самого первого. Да, то есть я с ним поговорил и потом его убил. С него я залутал кровавый пальц. Но не суть. Дело в том, что этот NPC нам нужен будет, и нельзя его убивать, чтобы попасть в эту локацию. Нельзя. Ни в коем случае. Он нам будет давать цепочку квестов раздавать, которые приведут нас в эту секретную локацию, где отличнейший фарм. Так что я создал просто нового персонажа, чтобы вам показать, как это делается. Итак, мы говорим с этим персонажем, говорим с этим... с белой маской. Разговариваем с ним до конца, пока он не начнёт повторять последнюю фразу. После этого нам нужно отправиться в Грозовой замок и убить одного босса до Годрика. Да, нам придётся убить ещё одного босса до самого Годрика. Вот по этому маршруту пройти, и от благодати туннель замка прямо будет босс. Перед ним можно призывать друга, если совсем тяжело будет его бить, и игрового NPC можно втроём запинать босса спокойно. Но опять же, мне тяжело убить босса, потому что я только создал персонажа, он у меня совсем голый, я его не прокачивал, поэтому вам на прокачанных персонажах будет проще. После убийства босса в Грозовой завесе мы пробираемся через замок в изолированную камеру и идём сражаться с самим Годриком Старуким. Тут уже сами как хотите, можете зачищать замок, можете пробежать по крышам, в общем, можно просто пробежать до босса. Также ковыряем его, убиваем, можем вместе с другом, и получаем Великую Руну и Воспоминания о Старуком. После этого мы возвращаемся к NPC в белой маске на благодать, которая называется Первый Шаг, где мы его вначале встретили. Начинаем с ним разговор. И после отправляемся в стол утраченной благодати, в левом нижнем углу карты. Заходим в дверь, где видим огромные два пальца и бабусеньку. Вот разговариваем с ней до талого, проговариваем с ней все диалоги. После этого возвращаемся обратно. Благодать Первый Шаг. И мы видим, что NPC в белой маске больше на этом месте нет, но мы видим внизу табличку, подходим к ней и читаем надпись. После этого нам нужно отправиться в Храм Рос, который располагается в новой локации озера Леурнии. Вот на этой метке, где нарисован обелиск, советую найти карту этой местности. Продолжение следует... Далее бежим к следующему обелиску, чтобы найти еще один кусок карты этой локации. С ними нам будет проще. Далее на карте слева мы увидим островок, и это и есть Храм Рос. Нам нужно бежать именно туда. По пути советую открывать благодати. И вот, мы снова встречаемся с нашим другом в белой маске на этом острове. Разговариваем с ним, отвечаем, с ними что-то не так. Продолжаем беседу. И этот NPC-шка дает нам гнилой окровавленный палец. И хочет, чтобы мы испробовали его. Теперь нам нужно три раза вторгнуться в мир игроков, чтобы продолжить квест. Заходим в инвентарь и... Применяем... Гнилой окровавленный палец. Пвп нам не важно, умирать или побеждать. Главное сделать это три раза. И после трёх вторжений мы возвращаемся к нашему NPC и снова с ним разговариваем. Желаем, чтобы он нас посвятил, и он нам даёт милость Повелителя Крови. И её по квесту нужно обмакнуть в кровь служанки. Наша служанка нам дорога, поэтому нам нужно найти труп другой служанки. В итоге нам предстоит с вами непростой путь, но о каких-то сложных местах, моментах я, конечно же, расскажу. Нам с вами нужно добраться до храма сдержанности. Это главный пункт. Здесь мы найдём труп служанки, в кровь которой мы макнём свой палантин. Звучит ужасно, конечно, но нам это нужно сделать. Путь таков. Добегаем вот до этого места. Открываем восточный берег озера Лиурния. Благодать. И идём дальше, скачем, скачем, скачем. Открываем восточные плоскогорья. И мчим до самого края вот этого места. Здесь же нужно будет попрыгать по плитам и спуститься вниз и добежать, открыть локацию восточные ворота Раи Лукарии. Обязательно, обязательно советую открыть, потому что с первого раза, возможно, не получится у вас пробежать до храма сдержанности. Поэтому отсюда вы будете постоянно резаться и пытаться, пытаться снова и снова добежать. Но если вы, конечно, прокачались уже, не как я там на первом левеле сюда бегу, то, я думаю, проблема у вас не возникнет и с первого раза. Восточных ворот Раи Лукарии Нужно бежать по левому краю. Примерно вот так вот у вас получится пробежать вот сюда, к башне Яростного Пламени. Здесь будьте осторожны, глаз Саурона здесь вы узрите и обретёте безумие. И чтобы этого избежать, прячьтесь за камнями, добегайте до башни, открывайте окраины деревни Яростного Пламени, советую открыть, благодать эту. Добегайте до башни, прячьтесь за камнями и на самом верху башни нужно уничтожить всех мопцов. Тогда глаз Саурона исчезнет. После этого спускаетесь, мчите на своей лошадке, вот огибая вот таким образом, ну другого пути вы скорее всего не найдёте, и мчитесь к храму сдержанности. При подходе к храму сдержанности вы обнаружите, что вторгнется НПС. Вы можете забить на него болт, не обращать внимания, просто пробежать в храм сдержанности и быстренько макнуть свой палантин в кровь умершей служанки. Но можете, конечно, сразиться, если чувствуете в себе силы. Ну а после этого мы, конечно, возвращаемся в храм Рос, к нашему НПС. Начинаем с ним говорить, после этого даём ему палец, проходим обряд посвящения. И он нам, наконец, даёт медаль чистокровного рыцаря. С помощью этой медали мы сможем телепортироваться в это секретное место. Находим медаль в инвентаре и жмём применить. Нас телепортируют во дворец Магвинов. Советую пробежать вперёд и забрать сразу карту этой локации у усопшего, который вот сидит, скукожился. И открыть рядом Благодать, вход в мавзолей династии. Отсюда нам нужно пробежать вот такой путь до Благодати. Крутая дорога, ведущая ко дворцу. И это то самое место, где мы и будем фармить огромное количество рун. И очень быстро. Здесь очень кучно сидит огромное количество мопцов, которых вы без труда сможете уничтожать и получать за них большое, действительно, количество рун. С каждого по 2, 3, 4 тысячи рун падать вам будет. Плюс можно надеть амулет с корабея, который увеличит получаемое количество рун. И заюзать золотую лапку. Если у вас есть ауе-атаки, то это вообще шикарно. Вы можете просто скашивать по 3-4-5 врагов за раз и получать свои руны или же души. Наслаждайтесь. Надеюсь, гайд был полезен. Обязательно подпишитесь на канал, прожмите лайкос и приходите на мои ежедневные прямые трансляции. С вами был Балкафринея. Всем лучшей добра. Субтитры сделал DimaTorzok